Друзья, всех рад приветствовать. Встречайте, флагман среди прочных смартфонов от Blackview BV9300 Pro. Это новинка в 2024 году. Ключевые фишки этого смартфона. Мощнейший фонарик на 100 люмен. Два дисплея. Основной 120 Гц Full HD Plus с отличной цветопередачей. Емкая батарея на 15080 мА, выполненная по новой твердотельной технологии, более износостойкая. Оперативки 12. Можно расширить до 24 из внутренней. Внутренней 256. В этом видео полный обзор, распаковка, тесты. Актуальную стоимость на эту новинку можно посмотреть по ссылке в описании. Максимально выгодное предложение пройдет с 17 по 19 января. Модель BV9300 Pro 4G. И здесь, обратите внимание, у меня на обзоре 12 ГБ оперативной памяти. Можно расширить до 24 из внутренней виртуальной. Также бывает такая же модель. При заказе, обращайте внимание, на 8 ГБ. Это старшая на 12. И внутренней 256. С обратной стороны ключевые возможности перечислены. В процессе обзора мы это все, конечно же, рассмотрим. Делаем распаковку, смотрим на комплектацию. По комплектации смартфон. К нему мы еще вернемся. Документация. Ремешок. Это очень классно, то что в комплекте теперь есть ремешок. Все это мы посмотрим. Приспособление пластиковое для того, чтобы можно было доставить сим-лоток. Кабель для зарядки и передачи данных. Формата USB-C на USB-C. Зарядный блок выполнен по технологии GAN. Благодаря этому он очень компактный. Как для 33 Вт. Здесь быстрая зарядка, поддержка максимальная 33 Вт. И здесь у нас современный разъем USB-C. Ремешок под кожу. Достаточно качественный. Вот таким вот образом. Что же, вот он, друзья, сам смартфон. Здесь у нас перечислены ключевые возможности. Это дисплей 6,7 дюймов. Выполнен по технологии IPS. 120 Гц. Сразу скажу, у меня на обзоре 12 оперативные. Бывает еще 8. При заказе обязательно проверяйте, какая вам версия нужна. 256 внутренний. Фронтальная камера на 32. Основная на 64. И на 8 ГБ комбинированная. Она идет как широкоугольная, так и макро. Широкий угол 117 градусов. А макро получается от 2 см. И емкая твердотельная батарея на 15 080 мА. Под заводской пленкой наклеена защитная пленка. Причем наклеена качественно, без завоздушенностей. Ну что, друзья, могу сказать. Смартфон достаточно крупный, но нужно учитывать, что батарея очень емкая. Пока загружается, смотрим, что у нас с правой стороны. Стандартно для защищенного смартфона металлические усиленные грани. Фиксируется на винтах. Кнопка регулировки громкости. В кнопку питания встроен сканер для разблокировки. И, конечно же, есть функция распознавания по лицу. Белый цвет хорошо отображается. Далее, конечно, мы дисплей потестируем. Здесь у нас программируемая кнопка. Первоначально на умную кнопку, на двойное нажатие, включается мощнейший фонарик. Запускается приложение, после чего одно нажатие мы его включаем. Провожу тест. И если нужен режим SOS фонарика, то тоже вот здесь можно выбрать. Также можно включать-выключать кнопкой. Если вы желаете больше функций настроить на вот эту вот кнопку, то переходим в жесты. Умная кнопка. По умолчанию двойное нажатие фонарик. Но можно переназначить, выбрать другую функцию, либо открытие приложений. И также на одно нажатие можно сделать запуск нужной функции, либо открытие приложения. И на длительное нажатие тоже здесь можно настроить. Сим-лоток. Что мне нравится сейчас в защищенных смартфонах, так это в новых моделях делают сим-лоток, что не нужна скрепка, а можно просто подковырнуть. Лоток комбинированный, резиновый уплотнитель, чтобы не попадала влага. Смартфон, конечно же, защищен по всем современным стандартам. Влага, защита, ударопрочный корпус, пылезащита. И здесь у нас комбинированный лоток. Две сим-карты с поддержкой быстрого интернета 4G LTE, либо одну сим-карту и карту памяти, поддержка до терабайта. Вверху мощнейший фонарик, флагманский на 100 люмен, очень яркий. Внизу динамик, улучшенное звучание, смарт-кей. Но теперь будут тесты основного динамика. Да, он здесь моно, но достаточно громкий. Проверяем. Для защищенного смартфона, с учетом того, что он защищен от воды, звучит он хорошо и достаточно громко. Есть в настройках функция усилить громкость динамика. Это новая фишка. В предыдущих смартфонах от Blackview я такой фишки не встречал. И режим высокой точности. Это уже старая фишка. Резиновый уплотнитель, под которым находится порт для зарядки и передачи данных формата USB-C. На смартфонах Blackview уже на новых моделях стали использовать ушко для ремешка. Но я еще не встречал, чтобы в комплекте шел сразу же ремешок. Это, конечно, очень здорово. Давайте же мы сразу и протестируем. Все, я одел. И теперь, друзья, когда мне нужен ремешок, я просто до щелчка вставляю. И все. Теперь можно пользоваться. И теперь для удобства телефон можно переносить на ремешке. Очень удобно. А когда он вам не нужен, не обязательно каждый раз убирать вот эту вот область. Просто нажимаем и достаем. С обратной стороны дизайн смартфона выполнен в космических мотивах. Смотрится очень здорово. Надпись компании Blackview. Винты. Далее. Здесь у нас получается основная камера на 64, вспомогательная на 8 с поддержкой функции искусственного интеллекта. Вверху отображается вспышка. И здесь у нас дисплей. Вспомогательный дисплей очень полезен. Ну, во-первых, друзья, когда у вас просто так лежит вот таким вот образом смартфон. И вам пришли уведомления, либо неотвеченные посмотреть. Просто кликаем два раза. Обратите внимание, у меня здесь точка. Это значит неотвеченные. Делаю свайп вправо. И здесь у меня пропущенные вызовы. Могу посмотреть, уведомления, запустить сразу же приложение. Но правда будет запускаться на основном экране. Далее. Время. Здесь у меня установлен сейчас я такой циферблат выбрал. Но заходим в настройках фоновый экран. Стиль часов. И здесь появляется возможность кастомизации. Ну, во-первых, есть различные циферблаты. Можно выбрать. Далее. Можем изменить цвет текста на циферблате. Персонализировать. Напечатать текст. Здесь отображается текст, который мы напишем. Цвет полностью. Времени. Даты. И размер шрифта. Тоже можно изменить текста. Изображение. Есть возможность добавить свое изображение. К примеру, делаю фотографию. Либо уже готовую фотографию. Щелк. Вот такой циферблат. Есть дополнительные настройки. Двойным тапом, чтобы можно было активировать. Для удобства. Виджет отображения. Здесь у нас получается 5 виджетов, в которых информация будет отображаться. Уведомления на дисплее, если вам нужны. Входящие вызовы, вот как я вам показывал. И даже есть ПО для воспроизведения аудио. Например, YouTube Music. Свайпами вправо. Музыкальный плеер. Далее у нас приложение здоровья. Есть количество пройденных шагов. Дистанция. Время пройденное. Здесь отображается погода. Компас. Тоже может быть удобно. В путешествиях, в походах. Вот это вот, друзья, классная фишка. Фронтальная камера здесь достаточно хорошая на 32 мегапикселя. Но если вы желаете селфи сделать в максимальном качестве, выбираем эту опцию. И таким образом можем делать селфи в максимальном качестве на основную камеру 64 мегапикселя. Дисплей этот отображается 15 секунд, после чего гаснет. В приложении вы можете настроить, выбрать время 15-30 секунд, либо 1 минуту, либо даже 3 минуты. Правее слухового динамика находится светодиодный индикатор уведомлений зарядки. Этот светодиод можно настроить на какие события, чтобы он работал. На зарядку, на низкий заряд батареи, либо пропущенные события, уведомления, неотвеченные. Дисплей 6,7 дюймов с отличным разрешением Full HD+, 1080 на 2388. Как и на всех защищенных смартфонов, здесь достаточно крупные рамки слева, справа, вверху и внизу. Здесь ничего нового. Но, друзья, что здесь классного? Это яркость. Яркость IPS-дисплей составляет до 500 нит. И могу сказать, в помещении на практике, мне вот яркости вот таким вот образом хватает. На улице, если яркость накручивать на максимум, то информация прямо отлично видна, даже в яркую солнечную погоду. Есть адаптивная яркость, автоматически подстройка яркости под освещение. Все это, конечно же, здесь есть. Такие фишки, как темная тема, конечно же, есть. Три режима здесь. Можно включать ночную подсветку, чтобы в вечернее время снизить нагрузку на глаза. Идем далее. Размер шрифта мы можем изменять здесь. Также можно изменять не только размер, но и сам шрифт. Сделать его более читабельный, либо более жирный. Оптимизацию цветовой температуры можно произвести, если выбрать режим профессиональный. Здесь максимально гибкие настройки, касаемо настроек самого дисплея. Да и, в принципе, сама оболочка здесь очень гибкая. И фишка этого дисплея является еще и плавный экран. Максимальная частота до 120 Гц. Можно установить фиксировано 120, можно установить 90, 60 для энергоэффективности. Либо смарт-режим, который установлен по умолчанию. И здесь автоматически под приложение будет адаптироваться частота обновления дисплея. Если вы много читаете с телефона, есть режим чтения, который лишним не будет. И по этому дисплею я могу сказать, что он получился просто отличный. Здесь отличная цветопередача. Точки вообще не видно, зернистость минимальная. Если вам важны цифры, то вот плотность 390 dpi. Ну и, конечно же, радует то, что здесь фронтальная камера в виде островка. Причем она такая ненавязчивая, она не мешает. На тачскрине производитель тоже не стал экономить. 10 касаний из 10. И причем не только 10 касаний из 10, а то, что он еще отзывчиво работает. Вот я 10 касаний сделал, убираю все. На недорогих тачскринах, там через время убираются вот эти круги при тесте. Здесь молниеносно. И дисплей продолжает радовать. Если мы зайдем в дополнительные опции, первоначально режим в перчатках отключен. Если вам нужно, вы включаете и можете пользоваться тачскрином прямо в перчатках. В холодное время года это будет максимально полезно. А тут мы сразу на этой ноте, друзья, переключаемся на батарею. Здесь емкость, как я и говорил, 15 080 мА, емкость батареи. Это много. И также, друзья, что немаловажно, здесь батарея используется нового поколения твердотельная. На практике это дает, что батарея более износостойкая. Кстати, здесь есть даже функция защита зарядки, интеллектуальная защита зарядки. И индивидуальный режим зарядки можно тоже настроить. Более скольки процентов, чтобы батарея не заряжалась. Ну а также плюс этого типа батареи, то что она выдерживает более низкие и высокие температуры. Сейчас все отображается на экране. В настройках есть, конечно же, режим производительности. Чтобы выжать максимум производительности со смартфона, но учитывайте, батарея будет разряжаться быстрее. Можно включить режим энергосбережения. Но если в дороге негде зарядить второй смартфон или какие-то другие гаджеты, можно пользоваться этим смартфоном, как пауэрбанком, чтобы заряжать другие гаджеты. Емкость батареи большая, поэтому можно использовать как пауэрбанк. Время заявлено от производителя автономной работы. Сейчас я вывожу на экран. Ну, к примеру, в игры можно играть 15 практически часов, даже немножко больше. Видео заявлено 16 часов. Ну и здесь все отображается информация, сколько он сможет проработать без зарядки. Но, друзья, что я могу сказать по тестам? Получается, например, на просмотре видео все намного интереснее. YouTube запустил режим воспроизведения видео Full HD 60 кадров в секунду. У меня яркость была включена вот где-то на такой яркости. Вечером этого более чем достаточно. И громкость была включена. Здесь достаточно громкий динамик. Процентов может где-то на 60. И при таком режиме воспроизведения видео смартфон разрядился на 3% за 1 час. Это около 33 часов он сможет проработать в этом режиме без зарядки. Сколько же будет заряжаться такая емкая батарея? До 50% зарядится за 1 час 10 минут. До 100% всего лишь около 3 часов. За производительность этого смартфона отвечает 8-ядерный процессор от Mediatek Helio G99. 8 ядер, 6 энергоэффективных 2 ГГц и 2 производительных 2.2. Выполнен по 6 нанометрам. Это хороший проверенный среднебюджетный процессор. Достаточно как для среднебюджетных смартфонов производительный. Оперативной памяти у меня на обзоре 12 ГБ. Это старшая версия. И при необходимости к этим 12 мы еще можем из внутренней добавить плюс 12. Таким образом расширить до 24 ГБ. Внутренней памяти 256 и из нее свободно 227. При необходимости можно еще добавить карту памяти на терабайт. Карточка поддерживается. Тесты внутренней памяти работают достаточно шустро на чтение и на запись тоже работает неплохо. В приложении в Antutu смартфон набирает практически 412 тысяч баллов. Во время теста батарея разрядилась всего лишь на 1%. Это неудивительно, потому что здесь очень емкая батарея. Процессор вообще не троттлит. 30 минут 100 потоков. Максимально ровный график. Тестирование процессора. Приложение Geekbench. Шестая версия. Одноядерный и многоядерный режимы. Программное обеспечение. Здесь установлено 13 версия андроида. Но с предустановленной фирменной новейшей оболочкой DOC OS версия 4.0. На практике это дает много различных фишек. Например, расширение оперативной памяти. Есть дополнительные функции, такие как режим в перчатках. Есть функция записи звонков, звонилки. Очистка динамика. Если погружался смартфон в воду, а здесь у него влагозащита есть, IP68-69K, то после погружения в воду желательно включать очистку динамика, чтобы из него выталкивать воду. Жесты. Хорошая кастомизация умной кнопки. Можно жестами делать скриншот, запускать камеру. Обои персонализации. Делать настройки рабочего стола. Под себя можно сделать настройку. Можно включить умное окно. Для быстрого запуска приложений можно сделать настройку определенных приложений в эту панель и запускать в один клик. Например, с настроек, с рабочего стола и так далее. Очень удобно. Переработанный в лучшую сторону интерфейса. Все более интуитивно понятно. Перерисованные значки. Также на рабочем столе перерисованы. Свайпом вверх у нас быстрый доступ к приложениям. Можно найти по имени. Есть дополнительные функции. Например, свой фирменный блокнот от Blackview. Функциональный детский режим есть. Приложение здоровья. Смартфон будет считать шаги. Далее диктофон. Игровой режим для удобства. Есть набор инструментов. Здесь есть такие полезные инструменты, как компас, замер высоты, фонарик, запуск фонарика. Шумомер тоже будет полезно. Например, запустили и можно тестировать. Здесь и шкала, и сразу таблица. Очень удобно будет. Даже есть барометр. Настенный уровень и так далее. Есть FM радио, но будет работать, если вы подключите проводные наушники. Да, разъема миниджек нет, но можно подключить проводные наушники через USB-C, либо гарнитуру. Все это работает. Я уже подключал, тестировал. В комплекте такая гарнитура не идет, но ее можно купить. Она стоит недорого. Все у меня определилось. И можно радио слушать как в наушниках, так же и переключаться на внешний динамик. В итоге этой производительности достаточно, чтобы запускать много приложений, даже не закрывать, а просто их сворачивать. Работает без задержек. Все современные приложения работают шустро. Мессенджеры, интернет-серфинг, просмотр видео онлайн, видеообщение. С этими задачами смартфон справляется, ведь здесь много как оперативной памяти, так и достаточно шустрый процессор, как для среднебюджетного сегмента. Можно поиграть в нетребовательные игры. Там игра New Force Speed, например, летает. Игра PUBG Mobile, тоже можно комфортно поиграть, с хорошими настройками. Например, игра Genshin Impact, ресурсоемкая, тоже можно поиграть, но на невысоких настройках. И в Genshin иногда бывают фризы, но играть тем не менее можно. Ну а так, в большинство современных игр вы можете поиграть, но все будет зависеть от настроек. Тесты фотографий. Это на 8 мегапикселей макросъемка. Следующее качество. 8 мегапиксельный, он совмещенный с широкоугольным, далее тоже протестирую. Тоже это в макро-режиме. Это фотография в максимальном качестве, 64. Следующая детализация идет. Это фотография на основной блок, модульный. Далее, это на широкоугольный. Как мы видим, угол обзора становится больше. Это на основной, это на широкоугольный. Вот такая вот еще фотография на основной модульный блок с камерой. Причем это я не включал максимальный режим. Это вечером включен ночной режим без света, только вот в подсветкой елки. А это уже с отключенной функцией ночного режима. И фотографии у нас отличаются. Далее, тест текста. Делаю приближение, все четко видно. А это вот уже фотография днем. Еще одна фотография. По приложению камера, здесь это у нас не максимальное качество, а стандартные фотографии делаются быстро. Есть, конечно же, ночной вид, это ночной режим. И 64, это чтобы включить максимальную детализацию. Дополнительные режимы макро, ручной, портрет, все это здесь есть. Панорама. Видеорежимы следующие. Смартфон способен записывать до 2К. В настройках есть функция стабилизации видео электронная. А так происходит запись видео в помещении. Сейчас можете как раз сразу оценивать фокусировку. И также запись микрофона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Фокус отрабатывает. Автофокус. Вот еще раз проверка. Да, все отлично. Здесь у меня сейчас освещение обычное, днем не искусственное. И вот таким вот образом в разрешении Full HD. Но это уже видео на улице активировал функцию стабилизации изображения видео. Если подвести итоги по камере, то как для защищенного смартфона, неплохо он делает фотографии и запись видео. Для повседневного использования более чем. Из дополнений Wi-Fi поддержка 2,4, 5 ГГц. Есть Bluetooth, можно подключать, к примеру, беспроводные наушники. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Далее. Геолокация. Поддержка современных навигационных систем. GPS, GLONASS, Beidou и Galileo для быстрого соединения со спутниками. Есть функция под водой. Смартфон можно погружать в воду до полутора метров, 30 минут. Заявлено от производителя все степени защиты современные есть. И в таком режиме у нас дисплей не работает, под водой работать не будет. И управление кнопками. Кнопка вверх фото, кнопка вниз, переключение на режим видео. И аналогично кнопкой вверх запуск либо остановка видео. Максимально выгодное предложение на эту новинку пройдет с 17 по 19 января. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Можете переходить, ознакомливаться. Итак, друзья, подводим итоги. Это достаточно интересный защищенный смартфон. Да, он, конечно, габаритный, достаточно тяжелый. Но емкая батарея, более 15 тысяч миллиампер. Твердотельная, более износостойкая. Меньше боится холодных и более теплых температур. Есть второй дисплей, на котором неотвеченные. Можно посмотреть уведомления. Также изменить циферблаты, время. И также, конечно, очень полезно то, что можно включать основную камеру в качестве селфи-камеры. Мощнейший фонарик. Если вам это нужно, то это здесь есть. Классный дисплей, который поддерживает 120 Гц. Как для защищенного смартфона хорошая производительность. Достаточно громкий динамик. Все необходимое в нем есть. Как вам эта новинка, напишите в комментариях. Всем пока и до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok